Девушки отдыхают На месте оказалось, что друид Мышевур запретил Йеннифер исследовать уничтоженный лес. Но с помощью ярла Краханкрайта его удалось переубедить. Я у тебя вещь и собираюсь ее вернуть. Какое великодушие! Беда в том, что маску можно использовать только один раз. Не говоря о том, что ты рискуешь похоронить нас заживо. Нас и все острова. Хоронить? О чем ты? Она тебе не сказала. Этого следовало ожидать. Согласно легенде, Ураборос создал маску, когда Ревнивое море поглотило его возлюбленную. Ураборос не мог смириться с тем, что не увидит своей избранницы. И выковал маску, которая позволяет заглянуть в прошлое. Однако он знал, что сможет использовать ее лишь раз и ждал, когда тоска его станет невыносимой. Узнав о маске, море расцверепело и поклялось, что любой, кто использует маску, навлечет на себя его гнев. Волны зальют сушу и утопят живущих. Откуда у тебя эта маска? Моряки из клана Димун выловили ее недалеко от бездны Нью-Йорда. И почему ты так уверен, что она настоящая? Именно так ее описывают мифы. Ты так веришь мифам? Только невежды преуменьшают их значение. И речь не о мифах, а о краже. Да заботит кража, а нас Цири. Для меня Цири тоже важна. Но когда я предлагал Енифер другие методы, она даже не слушала меня. Говорила, у нее нет времени. И результаты ей нужны немедленно. Она вечно носится, как оштарина. Это правда. Но теперь у нее, по крайней мере, есть причина. И поэтому она даже не задувается о том, что может устроить... Что? Что это? Нет. Енифер использовала маску. Бродячий убийца вести и чудо-то. Эйнет, лов, элен. Эйнет клас, элен вилти, аны. Эйнет клас, элен. ИVESИАН. Эйнет, лов, элен. Эйнет, лов, элен. Эйнет, лов, элен. Замечательно. Хорошо, что он здесь. Он сможет сразу приступить к ликвидации последствий. Он тебе этого не простит. Я как-нибудь переживу. И что теперь? Маска откроет прошлое, но только в определенных местах. Там, где событие оставило сильный магический след. Держи. Мне ее надеть? Да, а я наложу заклятие, которое позволит мне видеть твоими глазами. Ты собираешься читать мои мысли? Ты что-то имеешь против? Все равно ты постоянно этим занимаешься. Значит, ничего страшного, правда? Пойдем. Первое место я уже нашла. Мы пришли. Надень маску. Что мне делать? Снимай маску, пока мы не увидим всего. И не отходи. Радиус телепатии весьма ограничен. Что это? Портал? Из него вышли двое. Женщина это Цири. Откуда ты знаешь? Она двигалась, как ведьмак. Похоже, они пошли туда. Идем. Попробуем найти следующее место. Надень маску. Надень маску. Берегись! Берегись! Что это было? Нечто вроде магического взрыва. Настолько сильного, что опасны были даже его отголоски. Думаю, он и уничтоживались. Без Цири и ее спутникам ничего не случилось. Я видел, как они убегали. Сейчас узнаем, куда. Нравится мне это место. Мне тоже. Если кто-то оказался здесь во время катаклизма, шансов, что он выбрался живым, немного. Я понимаю, о чем ты. Но не беспокойся. Цири может о себе позаботиться. Ну как, готов? Используй маску. На Цири гнались, видишь? Кажется, он ранен. Но она сбежала. Снова через портал. Знаешь, куда? Магический след ведет. Ведом. Ты сможешь понять, куда делся спутник Цири? Его портал должен быть рядом. Попробую его найти. Идем. Надень маску. Красивый бой. Один оттолкнул другого ударом мощной магией и бежал через портал. Чародей? Скорее всего. Чародей. Это спутник Цири. И тот, кто ее ранил. Откуда ты знаешь? Я предполагаю, оба были в предыдущих видениях. У Цири сильный союзник. Ты знаешь, куда бежал чародей, который был с Цири? Хм. Его след тоже ведет в Велин. Но координаты выхода отличаются. Должно быть, взрыв сбил его телепортацию. Может, это стечение обстоятельств? Но когда я был в Велине, я встретил Кейн Мец. Она говорила, что к ней заходил чародей, который искал Цири. Не удивлюсь, если это тот самый. Кем бы он ни был, история становится все интересней. Может, от того, в кого прилетело заклинание, что-то осталось? Распогодилось. Наверное, мы шаур поработали. И теперь он снова придет нам мешать. Ну что, вы довольны собой? Вы посмотрите, что вы натворили! Если поиски Цири потребуют чьей-то смерти, вы и убивать начнете. Спокойно. Буря утихла, ты контролируешь ситуацию. Пока. А что будет через неделю или две? Прекрати истерику. Вот тебе твоя маска. Теперь она годится разве что на пепельницу. От нее больше не будет никакой пользы. Вы хоть что-нибудь узнали? О, да. Я разговариваю с Геральтом. С тобой я потом разберусь. Ну так что? Похоже, здесь было наложено мощное проклятие. Весьма правдоподобно. Учитывая то, что стало с лесом. И кого прокляли? Мы пока не знаем. Но Цири точно была здесь. Она вышла из портала, и с ней был маг. Их преследовали. Дело дошло до стычки. Цири была ранена, но бежала. Куда? В Веллен, скорее всего. Чародей открыл ей портал. А потом расправился с нападавшим. И это все? Здесь может быть что-то интересное. Надо осмотреть еще один след. Под деревом что-то есть. Ты не могла бы... Сейчас. 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 На оружии нет ни крови, ни зарубок. Спутник Цири его... Как вы это называете? Дезинтегрировал. Замечательные ваты. Но я не узнаю мастера. Я не могу сказать даже, откуда они. Наверное, потому что они принадлежали всаднику дикой охоты. Что? Значит, это дикая охота. Как я и боялся. Сначала здесь, потом на Хиндерсфляле. Что им нужно? Они ищут Цири. Но зачем? В жилах Цири течет старшая кровь. Ее рот действительно идет от самой Лары Доран. И у женщин этой линии всегда были необычайные способности. Но неужели это настолько важно? Цири исключение. Она путешествует в пространстве. Здесь и в иных мирах. Расстояние не преграда для нее. И поэтому дикая охота так хочет ее настичь. Значит, дикая охота появлялась на Хиндерсфляле. Это было недели через две после того, как здесь, на Армскеллиге, случился катаклизм. Призраки напали на Лафотон в темноте во время снежной бури. А снежной бури для этого времени года явление само по себе странное. Люди говорили, что призрачные всадники врывались в хаты, убивали тех, кто пытался сопротивляться. Потом они умчались вглубь острова, и все слышали их жуткий смех. Кто-нибудь выжил? С десяток женщин и один старец. Следующая остановка Хиндерсфиад. Я буду ждать тебя на берегу у Лафотона. Подожди, может отправимся туда вместе, прямо сейчас? Ты ведь не выносишь телепортов. От эликсиров я тоже не в восторге, но пью их, если надо. Ага, и если не надо. Ну, в путь. Подойди ко мне. Удачи. Дайте знать, если вдруг что-то найдете. Я была на Хиндерсфеале довольно давно, но если я правильно помню, Лафотон где-то там. Разоренные хаты, свежие могилы. А, похоже, мы на месте. Какое-то собрание. Мы здесь не вовремя. Разговоры о Дикой Охоте всегда не вовремя. Виль, Анна, они едва бриться-то начали, а вот уже лежат в земле. Какой-то ритуал. Придется подождать. Вот уж нет. Сестры, простите, что я вас прерываю, но у нас к вам дело. Видишь же, здесь поминают умерших. А мы ищем того, кто еще может быть жив. Пожалуйста, это срочно. Тогда говорите. Эту деревню уничтожила Дикая Охота. И это правда. Хотя нам немногие верят. Вы, наверное, тоже не верите. Вы видели всадников на конях-скелетах? В заиндивевших доспехах? Да, именно так. Они подошли к берегу владьей знак тех мертвецов. Как в легендах. Лейв заорал, чтобы уводили детей. Тогда они вошли. Они рассекли ему лицо. Он пытался что-то сказать, но кровь. Вы хотели о ком-то спрашивать, а не рано бередить. Хватит. Что случилось потом? Продолжай. Я выбежала, чтобы позвать на помощь. Затащить Лейфа. Но столько тел. И Оли, и Ингвар. Маленький Нейки. Куда уехали всадники? К морю. По пустоши. На конях из костей. Из костей и льда. И... Хватит. Излагайте свое дело. Сейчас же. Мы ищем девушку по имени Цири. Серые волосы, зеленые глаза. Нет ее здесь. Разве что в могиле. То есть я такое не припомню, но я столько тел похоронила. Могла и забыть. Это... Это Цири. У нее был шрам? Вот здесь, на щеке. Да, да. Что с ней стало? Не знаю. Я видела ее всего миг. За миг до... Всего этого. Она была на конюшне с трусом. Будь он трижды проклят. Запомнила еще что-нибудь, хоть что-то. Она выглядела усталой. Очень усталой. И волосы у нее были мокрые. Теперь мы знаем, что она мыла голову. Превосходно. Мне очень жаль. Склят. Трус. Прости. Трус. Трус сказал бы вам больше. Это Трус. Имя у него есть? Было. Пока Тинг не вычеркнул его из саги предков. Он как бы исчез. Закон запрещает прикасаться к нему, разговаривать с ним, даже имя его произносить. Что он такого сделал? Сбежал от дикой охоты. Он один. Нам придется поговорить с Трусом. Даже если это противоречит вашим обучаям. Вы опоздали. Он ушел в рощу. Сражаться с Моркворгом. Трус, который рвется в бой. Только я вижу здесь противоречия. В этом все и дело. Убив Моркворга, Трус доказал бы, что старейшины ошиблись. Вернул бы себе честь и имя. Интересная процедура апелляции. Очень в духе Скеллиги. Я не смеюсь над вашими законами. И прошу от вас того же. И где эта священная роща? Недалеко. К северу отсюда. Раньше мы выращивали там лечебные травы. А теперь? Теперь можно подойти только к дереву, которое посадила сама богиня. Туда мы приносим наши дары и просьбы. А те, кто спускаются ниже, остаются в рощи навсегда. Спасибо за помощь. Вы собираетесь в рощу? Не люблю, когда туда входят чужие. Ну да ладно. Обычай велит, чтобы паломники принесли под деревом жертву собственной кровью. Трус наверняка поступил так же. Разве что у него не было не только мужества, но и уважения к Фреи. О, за нас не беспокойтесь. Мы с Геральтом всегда чтили богов. Ведьмак? Боюсь, след уже остыл. Даже если трус умер, мы что-нибудь придумаем. Что, например? Придёт время, увидишь. Могла бы иногда быть помягче. Могла бы. Но ведь такую ты меня и любишь, правда? Так, с чего мы начнём? Пойдём к дереву, о котором говорили жрицы. Собрался пустить себе кровь для богини? Это не обязательно. Но трус наверняка так поступил. И он мог оставить какие-нибудь следы. Трус здесь был. Смотри, видишь отпечаток? Здесь он припал на одно колено и принёс жертву богини. Здесь следы крови. Видишь? Нет. Я, конечно, нечеловечески красива, только нечеловеческого зрения, как у тебя, у меня нет. Поэтому вниз тебе лучше не спускаться. Не обижайся, но в этом буреломе и грязище ты будешь для меня... Как гиря на ноге? Я хотел сказать это поделикатнее, но... Да, примерно это я и имел в виду. Хорошо, как скажешь. Если что, я помогу тебе с заклятиями со стены. Я думал, ты будешь возражать. Я? Что ты? Я удивительно кроткая особа. Йен, посмотри мне в глаза. Ты что-то придумала? Ну, конечно. Как завоевать корону Тимерии и взять Каэр Морхен в ипотечный кредит? Ну, иди уже. Каэр Морхен в ипотечный кредит. Зараса. Он мертв. И довольно давно. Йен, я нашел его! И что? Даже гнильцы бывают в лучшем состоянии. Чтоб тебя. Хорошо. Собирай, что сможешь, и поднимайся наверх. Надо полагать, у тебя есть план. Нет, обожаю смотреть на гниющее мясо. Поговорим наверху, ладно? Йен, очаровательно, как всегда. Ну, пойдем. Коль-кто хочет с тобой познакомиться. Процесс гниения зашел далеко. Но голосовые связки целы. Может, мы что-нибудь из него и вытянем? Он не слишком разговорчив. Разговорить можно каждого, даже мертвого. Надо только знать, как. Я думал, некромантия запрещена. Как и секс до свадьбы. Не забивай голову глупостями. Черная магия — дело серьезное. Наложение таких заклинаний никогда хорошо не кончается. Никогда. Мне это тоже не нравится, уверяю тебя. Но то, что Цири в опасности, не нравится мне еще больше. Я понимаю. Но это не дает нам права. Геральт, прошу тебя. У нас нет времени спорить о морали. Тебе нужны какие-нибудь ингредиенты для заклинания? Угу. Кровь новорожденного, язык девственницы и печень трески. Если серьезно. Если серьезно, нет. Я чародейка, а не деревенская травница. Мне нужна только энергия. Много энергии. Хорошо, что мы оказались вместе насыщенным магией. Которое люди считают священным. Жрицы будут в бешенстве, если ты используешь силу рощи для оживления трупа. Геральт, ты начинаешь действовать мне на нервы. Я предлагаю выход, а ты занудствуешь. Прости, что мешаю своими сомнениями. Прошу тебя. Нет, Ян, дело именно в том, что ты никогда ни о чем не просишь. Ну да ладно, не будем об этом. Тогда за дело. Челайн, Челайн, Зифраэн. Челайн, Челайн, Давидар. Ты трус из Лафотена. Ты пал в бою. Ты вернул. Кончай любезничать с трупом. Девушка. Серые волосы. Зеленые глаза. Что с ней стало? Что она тут делала? Из-за... Из-за нее... Из-за нее меня проклили. Меня это не интересует. Что с ней стало? Что она тут делала? Говори! Нет! Говори! Море... Море... Было... Почти... Утонуло... Море... Говори! Субтитры сделал DimaTorzok Помоги! Нам обоим. Цири. Ласточка. Ты слышишь меня? Слышу. Сейчас я должен тебя оставить. Мы встретимся под скалой утопленников. Запомнишь? О, проснулась. Я уж думал, что... Где я? И кто ты такой? Спокойно. Ты в Лафотане. На Хиндерсфиале. А меня зовут Скиаль. Но... Но как я... Откуда? Мы выловили тебя из моря. Я и... Этот твой друг. И сколько я так пролежала? Без малого день. Принесли мы тебя утром, а теперь уж дело к вечеру идёт. Холера. Долго. Видно, столько тебе нужно было, чтоб прийти в себя. Помоги. Помоги мне встать. Может, не стоит? Не выдумывай. Просто дай мне руку. А, вот это мой братик. Стоит его упустить из виду, а он уже тянет к девушке лапы. Астрид, вот глупая. Ты же видишь, я ей встать помогаю. Очень жаль, но придётся прервать ваше свидание. Идём. Пошли в баню. Боюсь, мне надо идти к скале утопленников. И как можно скорее. Мы тебя силой не держим, но до скалы далеко. А ты едва ходишь. Ты лучше лошадь возьми. Вот именно. Скиаль приготовит лошадей. О, а вот и ты. Лошади уже готовы. Я тоже. Поехали? Послушай, надеюсь, моя сестра не наболтала тебе никаких глупостей. Извини, у меня нет времени на болтовню. Верно. Да и... Неважно это. Я поеду на Ньорде, а ты на Сивой. Это старая кляча, но до скалы тебя... Спасайтесь! Стой здесь! Я... Я сумею о себе позаботиться. Что? Что это было? Дикая охота. Рагнарёк! Конец света! Нет. Ещё нет. Но мне надо бежать. Они меня ищут. Давай в седло. Я покажу тебе дорогу к скале. Не знаю, как тебя благодарить. Поблагодаришь, когда доберёмся до места. Пошла! Стой! Что? 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...